Друзья, всем привет! Вчера вечером мы оказались в этой Анталии сумасшедшей. Я так отвык от больших городов. Здесь вот эти вот пробки, куча туристов. Очень много туристов приехало с России, с Казахстана, с алматинскими номерами, с украинскими номерами. Очень много туристов. И с Индией много туристов. Даже с Америки встречаются туристы. И, короче говоря, отели взвинтили цены, наверное, примерно в два раза. По сравнению даже с тем временем, когда мы здесь останавливались перед Новым Годом. За две недели до Нового Года. И цены какие-то вообще нереальные. Почти на все отели. И многие отели забиты туристами. Несмотря на то, что зима. И, короче говоря, мы решили экстренно покинуть этот город и направиться на восток, в сторону Сиде. Мы там знаем один очень хороший отель. Потому что здесь мы останавливались в отеле Falcon. Вообще такой дерьмовый отель. Он находится на берегу, на скале, рядом с Акрой. И мы заплатили 1500 лир за ночь всего лишь с завтраком. Вообще какая-то нереальная, невероятная цена. Причем у них там цена отличается. Севью. И простой номер, 300 лир, разница. Вообще непонятно за что. Потому что главное здание Севью забито. И они дают там второстепенный, короче, сейсайд. Там море только частично видно. И вообще отель ужасный. Falcon, Анталия. Если будете в Анталии, никогда не останавливайтесь. Все там в Falcon. Очень плохой отель. Старый, весь затертый, затисканный. Я к ним еще подошел, говорю. Мы же бронировали номер с одной кроватью. Они нам взяли две кровати, соединили. И получается две кровати рядом стоят. Вообще неудобно спать. И еще дали с видом на помойку, на склад, на мусорку. Ну, говорит, у нас весь отель забит. Я говорю, вы хотя бы какую-нибудь компенсацию можете? Нет, мы ничего вам предложить не можем. Я донесу до руководства. Подождите, он два часа придет. Вообще отвратительное отношение к гостям. Берут очень большие деньги, но лояльности вообще ноль. Я там был в прошлом году. Я заплатил намного меньше. Что-то 500 или 700 я платил в прошлом году. Ну, до 1000 максимум. А в этом году они подняли цены, потому что очень много туристов. И не только я один говорю. Многие говорят, что много туристов. И они причем подняли цены на все. Даже вот элементарно какие-то напитки. В Подруме, к примеру, там... Ну, можно просто взять пиво. Бутылка пива. Она стоит 27 лир в Подруме. Здесь она стоит 40 в Анталии. В одном и том же Кэрфори, в одном и том же магазине, в одном и том же бренде. Просто разные цены. Я думаю, это связано с тем, что здесь реально очень много туристов. И просто туристам говорят, цену называют. И туристы эту цену просто молча платят. И вообще даже не задумываются. А потом, конечно же, в Дурке будут жадничать. И цены поднимать на все подряд. Если вы отъедете буквально час в сторону Сидей или в сторону Кемера, там совсем будут другие цены. И вообще все будет совсем другое. Ну, Анталия это такая. Здесь тусовки, тусовочный центр. Ну, Бодрум тоже тусовочный центр. Например, Бодрум, Марморис. Там тоже можно потусоваться. Но цены там совсем другие. Мы останавливались в Бодруме за 1200 лир в Хилтоне. В четырехзвездочном настоящем отеле. А этот Falcon вообще какое-то дерьмо. Там и три звезды им даже сложно дать. Они просят 1500 лир. В Сиде можно попасть двумя дорогами. Это поехать по Е400 по трассе, по которой мы с вами ездим. И вот здесь вот возле пляжа, возле моря, есть еще вот такая вот дорога с отелями с крутыми. Здесь Barut Collection, Nirvana, Guma. Ну, здесь разные такие отели крутые. Titanic, Beach Lara сосредоточены. В этих отелях ночь стоит около 300 долларов. И минимум 3-4 ночи только можно останавливаться. Примерно такие цены здесь. Если на восток ехать от аэропорта, ну, наверное, километров 15-20 где-то здесь это все будет. И вот мы прям будем ехать сейчас так. Прямо до Белека доедем. И здесь вот до Белека. И в самом Белеке будут сконцентрированы вот такие самые, можно сказать, роскошные отели этого побережья южного. Все вот это то, что мы с вами видим по обоим сторонам, это все рассчитано на туристов. Здесь вы можете цену увидеть. Да, цены на такси в евро. Это уже все заточено под европейцев, под туристов. Если вы где-то оказываетесь в Турции, неважно где, и видите цены в евро, ну, это значит, вы будете переплачивать автоматически. Здесь температура намного выше, прям значительно выше. Где-то 18-20 градусов, я думаю, может даже до 22 где-то поднимается градусов зимой на солнышке. И можно вообще спокойно загорать. И вот, допустим, отели есть типа Акро, там, вот еще что-то там, отели с подогревом, бассейны с подогревом, можно купаться спокойно. Кстати, в отеле, вот в Акро мы останавливались перед Новым годом за 1500 или за 1600 лир. Ну, почему они так свинтили цены, я не знаю. Вот Concorde, вот этот Deluxe Resort. Все вот эти отели, они очень большие, масштабные такие, и, ну, на них цена выше. Хотя там точно такие же, по сути, комнаты, как в тех отелях, в которых мы останавливаемся. В этих отелях почти во всех есть аквапарки, но они, конечно же, сейчас не работают. Всякие разные активности, связанные с дайвингом, еще с чем-то. Да, Анталия, она, прям, конечно, предоставляет туристам вообще все виды развлечений. И, несмотря даже на то, что зима, даже зимой, у них здесь все равно можно что-то найти. И сейчас мы вот будем ехать, и чем дальше мы будем туда ехать, на юг, тем будет температура выше и выше вот Анталия, Алания, потом там Газипажа. Это самые южные точки этого побережья, и, соответственно, самая высокая температура зимой и летом, это именно вот в этих местах. Поэтому, друзья, планируйте как следует свой отпуск, читайте отзывы, читайте в гугле отзывы. В гугле тоже много отзывов об отелях пишут, особенно если это отель стрёмный какой-то. Я всегда обязательно оставляю отзывы, я всегда подойду сначала на рецепцию, скажу, что вот мне то-то, то-то не устроило. Если я вижу, что они начинают мне хамить, оправдываться, что-то там свою правоту доказывать, то, конечно же, я напишу им плохой отзыв. Это как у нас есть один друг здесь, иностранец, он англичанин, живёт где-то там в Африке, в Киптауне. Он говорит, всё, что говорит после го-чека, всё, что после каша, люди злые какие-то, агрессивные, жадные. Ты, говорит, этот, типа не замечал это? Я говорю, ну да, туристы же здесь сами их испортили. Сами им деньги в карманы суют. Я им говорю, что здесь, в этих местах, туристы сорят деньгами, как мусором, как мусорными бумажками. С правой стороны, это может быть какой-то отель, вот такой сосна-березорт. И вот у него вот так километрами-километрами прям стена может идти. Очень большой отель. Там даже тяжело ходить. Да, это похоже на отель. Вот самые престижные отели, они считаются концентрацией. В Абраме тоже есть такие отели, но здесь, во-первых, как бы ровно все, гладко, здесь нету вот этих гор, и здесь зелени побольше. Ну, зелени больше всего в Кимере. Вот, да, это вот эта Венеция, Плаза, это вот был отель. И вот он продолжается. А, вот кремлевская стена. Это тоже вот отель они сделали, стилизовали под московскую стену, кремлевскую. И вот он продолжается очень большой до сих пор. И вот так мы будем ехать. Вот мы сейчас проехали от Лары, только половину, и мы будем ехать вот так вот. На каждом шагу будут отели на Белека, и потом после Белека еще тоже. Вот, поэтому концентрация... Астерия Кремлин Беллэйс. Вот, поэтому концентрация самых вот таких престижных отелей, больших, крупных, она самая высокая все равно будет в Белеке. Ну, в Белеке его этот... Вот это еще тоже отель, как будто замок отель. Свантор. А вот Титаник. Это тоже крутой отель. Ну, вот в этих отелях останавливаться примерно 200, 300, 400 долларов стоит ночь. Там будет, конечно же, все включено. Ну, в принципе, если вы пьете алкоголь, то, возможно, это оправдано. Так как я не пью алкоголь, мне вообще нет смысла платить такие деньги, просто закрывать. Потому что они там ничего особенного не дадут. Вот Гулиан тоже здесь есть отель, но мы его проехали. У них у всех свои автобусы, свои, этот... Все свое. В Ботроме там как-то, да, есть там Свис Отель, есть, и там есть и Кимпинский, есть, и Хилтон. Есть и Риксос, есть. Но они какие-то как-то так стоят, особняком, и какие-то они такие маленькие, малюсенькие. Здесь это все вот прям масштабно, и среди лесов, вот таких вот сосновых, воров. И здесь еще есть отель. Риксос построил Land of Legends для детей, детский отель. Это как Диснейленд. По-моему, в Турции больше нигде нет, только здесь. С левой стороны вот у нас здесь уже начинают теплицы. Здесь очень много теплиц, и здесь выращивают клубнику, кстати, в Турции помидоры. А вот здесь вот с правой стороны лес, такой прям большой, серьезный пор. И получается, за ним будут отели, прям полоса такая, линия отелей. А после этих отелей пляж. То есть вот между пляжем и лесом находятся отели. Land of Legends. Здесь очень красивые торговые улицы, с фонтанами, и там со всякими разными мероприятиями, с развлечениями. И здесь детский отель есть очень крутой. Там детские номера. Риксос построил, они стилизированы, все такие, в таком ярком, красочном стиле. Вы можете посмотреть, у меня видео есть. Я в прошлом году снимал. И вот, собственно, это вот фасад этого отеля. Я сзади заходил. А сейчас я вам сниму здесь вот, как это выглядит снаружи. Очень красивый у него фасад в таком, в римском стиле. Там даже вертолет стоит. Кто-то на вертолете прилетел. Вот за травой, за этими кустарниками. И вот это, собственно, вход туда, в рецепшен. И у них все номера туда выходят. А это вот здесь такие дела, короче. Он полностью 100% детский. Там детские всякие игры, компьютерные приставки. Ну, все предназначено, создано, чтобы дети могли кайфовать. Друзья, мы приехали в новый отельчик. Классненький. Как я его люблю сюда, так приятно всегда возвращаться. Идеальная чистота здесь, как всегда. Раковина, запахи приятные, вкусные. Халаты у них есть. И я не стал в этот раз брать с видом на море, потому что здесь, в принципе, и с видом на, короче говоря, land view тоже неплохо. Вот такой у нас вид, но мне, в принципе, без разницы. В принципе, без разницы. Самое главное, что он классный и вообще первоклассный этот отельчик. Очень чистый он. Все любые причиндалы для ванной. И вообще здесь чистота просто вот идеальная. Ни одной трещинки в стене, ни одной грязи, ничего нет. Там в том отеле мы жили, вот в этом фалконе гребаном. Там мы смывали унитаз, и вода текла еще. Долго, не переставала течь. Здесь вообще просто все идеально. Проезжаете час и получаете за меньшие деньги большее гораздо и гораздо лучше. Поэтому, друзья, никому не рекомендую останавливаться в Анталии. Здесь даже вот эта штучка для багажа, она сделана из мрамора, из настоящего камня. То есть вы сюда ставите, конечно же, куча всяких разных шкафчиков. Вы сюда ставите багаж на натуральный мрамор, натуральный камень. Очень круто. Посмотрите, у меня где-то есть полный обзор этого отеля. Полностью всей территории. Там спа еще прям сразу над нами. Туда тоже вот можно сходить спа. И он очень большой, очень уютный. Я прям этот отель вообще всем рекомендую. Очень красивый, чистый отель, самое главное. Посмотрите, здесь какой бассейн классный, красивый. И много зелени. И там уже совсем рядом море. И вот здесь вот, в отличие от этого фалькфалкона дерьмового, здесь все реально номера, они сивью. Не сисайд, а вот сивью полностью. Перед ними ничего нет. Никакого мусора. А там можно в бассейне прям лежать на шезлонгах. Прям в воде. Как будто бы ничего не изменилось. О, здесь они костер зажгут. Вот в этой бочке вечером. Вот здесь две бочки. По-моему, их раньше не было в прошлом году. Да, и здесь будет огонь гореть. Они прям с каждым годом его улучшают и улучшают этот отель. Стараются здесь лучше сделать. Вот прям так приятно здесь находиться. Он такой уютный, компактный. Не могу сказать, что он прям очень большой. Но он очень классный. И все, вон там дорога сразу на пляж. О, сегодня у нас будет в лобби Джей. В 9 часов. Между прочим. Здесь было чуть-чуть по-другому, но так же почти что. Как ты, мой друг? Я в порядке, и ты? Продолжение. Верно? Да, конечно. Потому что я здесь. Очень красивый город, очень красивый. Да, я знаю, потому что я здесь. Да. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Вот. Такой здесь пляжик классный. О, еще здесь они вот так вот сделали. Раньше этого шалаша здесь не было. И вот этого кошкиного дома тоже не было. Но это, по-моему, а-ля карт ресторан. Если я не ошибаюсь, сюда можно только по предварительной записи попасть. Да, а-ля карт. Он еще подсвечивается снизу. Да, конечно, будет очень романтично. Да, у нас однозначно отель стал лучше. Вот этих шислонгов, по-моему, здесь тоже в прошлом году не было. Надо посмотреть видео. Я в прошлом году снимал. Но здесь пляж, там прям такой спокойный, спокойный. Такая лагуна, пухточка. Вообще супер. Вот так вот, друзья, значит, выглядит этот отель с моря. На самом деле, это один из самых моих любимых отелей в Турции. Ну, зимой, по крайней мере. Я вот сколько путешествовал здесь, уже, наверное, около трех месяцев. Около пяти тысяч километров я проехал. И, наверное, примерно пятьдесят отелей поменял. И вот именно вот этот отель, Селена, это один из самых моих любимых отелей по соотношению цена-качество и расположение. И вообще все здесь в этом отеле сочетается очень хорошо. Туда прямо Алания. Вот даже видно, как дорога отсюда ведет. Здесь на берегу почти на каждом шагу стоят отели один за другим. Но многие из них закрыты. И вот для меня всегда была загадка, почему люди не любят приезжать в Турцию зимой. Цены здесь низкие, погода хорошая. Что еще нужно, по сути? Только вот европейцы-пенсионеры приезжают. Вот любопытно, можно заметить, как турки собрали с пляжа песок. Вот так вот потянули наверх. Я думаю, это связано с тем, что море забирает этот песок. И он здесь привозной насыпной, этот песок. Погода, конечно же, позволяет и купаться, и загорать. Поэтому, если нет дождя, то, в принципе, здесь можно кайфовать. А еще вот эта вот штучка, шалаш этот, он создан, на самом деле, из многих вот таких чешуй. И, по сути, он может, наверное, в одну коробку большую поместиться, размером 2 на 1 метр. Потому что здесь дверь 2 на 1 метр. И его можно, по сути, в любом месте собрать. Что несешь? Что несешь? Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, у нас здесь вечериночка намечается И вот это вот мужчина, или я не знаю, кто он, парень Известный рэпер в Англии вот выступает Спать никто не хочет, поэтому все здесь решили устроить тусовочку Возле бассейна По-моему, сейчас нам скажут, что мы слишком громко отдыхаем Один, в общем, певец рэпер, а другой файтер, вот он показывал Я люблю тебя 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 ГОВОРИТ ПО-НЯНСКЛЕЙСКИ Расскому языку На взрослых Поехали Я люблю тебя Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok